Не лучше! Не пойду-ка я подрихтуюсь, подкорректируюсь, да? Все хорошо. Любая моя суть, я божественная частица. Бог ошибок не создает. Вам просто нужно осознать. Принять себя, во-первых. Принять себя, да? Что это тоже есть. Во-первых, что это есть. Осознать. В нем есть руки. Класс. Потом осознать, что любые руки, мои, они ведь уникальны. Осознайте, что мы не равны. В смысле, как человеки мы похожи, структурированы. А по факту, там же в каждом сидит отдельная какая-то душа. Да? Божественная. В каждом из вас какой-то бог сидит. Соответственно, мы не можем быть равны. Нам не надо равновес. Мы все уникальны. И так как ты, никто не дышит. Никто так не ест. Никто так не говорит. Правда ведь? Можно еще кого-то найти? Ну и еще подтверждение. Отпечатки пальцев, сетчатка глаза и так далее. Есть... У нас точно есть уникальность. Уникальность, что такое? А характеризуется. Что это? Особная ценность. Соробная ценность. Соробная ценность. Которая отличает вас, во-первых, от всех. Во-вторых, у вас конкуренция точная. Конкуренции ноль. Покиньте. Красота. И если не нужна конкуренция... Вообще, давайте... Зачем конкуренция нужна? Давайте сейчас вот начнем практиковать. Что я все говорю? Я уже чувствую, что у вас до хера уже, вам надо проявляться. Давайте по взаимодействиям. Да? У вас уже голод разрывает. Что такое конкуренция? Ну это соперничество какое-то. В данном случае. А для чего? Ну, что здесь самое удовлетворение какое-то люди получают. То есть это тоже кайф какой-то. На это тоже подсаживаются. Ну, вообще, в принципе, конкуренция. Это что имеется в виду? Что есть некое спортивное соревнование, да? Борьба. Кто-то лучше. Кто-то лучше. Кто-то и начинает сразу, и хочет подтянуться, например. Ну, в смысле, конкуренция появляется, когда нужно вот то, чтобы говорить. Типа, стать лучше. Да, да, да. То есть ты говоришь, не, мне нехорошо, я хочу стать лучше. И все такие, мы тоже хотели стать лучше. И, блядь, побежали. И здесь кто первый добежит, а он никогда не добежит. Даже знаем, до максимума нельзя добежать. И ты все равно, вот ты уже практически, вот уже чуть-чуть, еще чуть-чуть осталась. И инсульт. Ну, кто-то и не узнал, и не узнал. Да, это человеческая категория. Да, она нужна. И она оправдана. Потому что когда-то это просто была веселая игра. Сейчас уберем трагический момент, что все равно все умерли. То есть нам, по крайней мере, есть с чем сравнить. И это классно, что есть дуальность, когда ты знаешь точно, что такое хорошо, а что такое плохо. Потому что, блядь, если все время у вас вокруг была вот эта розовая вата, вот Адам, он просто страдал, блядь. Понимаете? Но вы, вы и так страдаете. Вам уже дали разнообразие? Да? Если я вам сейчас предложу, блядь, бесконечное количество вариантов, то вы охуеть. Блядь, тут в двух вариантах разобраться, да? Блядь, что делать-то? Осознайте просто, что вас еще спасает. Скажите спасибо, что два варианта. Вы там пытаетесь, конечно, пернуть в мозг, а придумать там сто вариантов. Самые там уникальные, говорят, блядь, я знаю, как добежать. Все, морковку вижу, бегу. И такой, Стив Джобс. Согласны? Добежал. Нормальный спортсмен, да? Ну их там много было? Ну и где он теперь, люди? Понятно, что соревнования, они тратят на уэнергию. Да, это весело, но это не стоит нашей жизни, правда ведь? А стоит ли ради этого умереть? Потому что вы тратите энергию на соревнования. А уж тем более на конкуренцию. Там же, блин, конкуренции еще куча всего. Там же надо, во-первых, соответствовать. То есть, представляете, вы не... Ну как бы... Вы все время пытаетесь... Быть каким-то, кем-то. Сказали, все, сейчас модно, блядь, быть елкой. Пиздец, ебанули. Все... Вы... Елки. Дичь, конечно. Елки расскажем, как вы елки. Люди. Можно я больше человека не буду познащаться? Оставьте меня елкой. Так вы хорошо здесь стояли. И игрушки периодически на меня режут. Вот. А в суть. Да, ведь? Ну мы же просто про ржачку. Ну, в смысле, без трагедии. Ну да, блин, мы игрались в таких, блин, в людей. Зато я точно знаю, но игравшись в трехмерного человека, да? Испытав разные качества, я теперь точно понимаю, чего я хочу. А если бы не было вот этой половинки второй, вы бы не ценили. Вы сейчас... Во-первых, вы сейчас не цените, что, во-первых, вы уже... Внутри, как бы, у вас уже что-то есть, да? Вы уникальны. Но пока вы не цените, потому что вы же, как все, вы же, вам сказали, сегодня в моде елки. Вот. А мы же чем отличаемся? Уникальностью. Потому что, когда есть уникальность, ты только так ты делаешь, у тебя, по сути, конкурентов нет. Представляешь, все ниши твои. Вот вся ниша, которую ты можешь закрыть, она только твоя. Назначаешь любую цену. Делаешь, что хочешь, да? И за твоей уникальностью будут гоняться. Потому что, как все, их дохера, да? А вот таких уникальных попробуй найти. Все, которые по стандартам делают, да? Ну, которые, как и стандартам. Вот, когда это... Сейчас вы осознаете, что, да, люди очень способны и какие-то продвинутые. Их же не так много. Но они что, не ценятся ни разу? Потому что ум-то нас ограничивают. Единственное, что имеет конец, это ум. Просто вы думали, что это и есть сознание ваше, да? А на самом деле нет. Сознание это вот здесь, а ум просто транслятор. Да, он просто улавливает. Он передает сигналы. И когда мы говорим вообще, в принципе, про сознание, разделим даже это, да? То есть есть некое сознание, и оно разделено также в дуальности на подсознание, да? Ну, если есть подсознание, должно же, наверное, что-то там еще быть. Мы говорим про сверхсознание. То есть что-то, что находится в высшей вот этой, да, нашей середине. Мы же все хотим золотой какой-то середины. Но самый прикол, что, иллюзия, да, что, смотрите. Вот представим батарейку, да, у нее есть плюс и минус. Во-первых, если мы разделим, просто возьмем, сломаем, оторвем конец минуса, и у нас останется кусок батарейки, да? Что, по сути, батарейки самой не будет. Мало того, что она работать не будет, вы же ее разрезали, да? Это так мы отделяем от себя что-то. Потому что батарейка работает, когда вот она вот целая. И наша задача сейчас себя собрать, во-первых. Потому что целая, только целая работает. Потому что если вы отрежете минус, плюс это у вас тоже не будет. Потому что, блядь, инструменты работают. Какой плюс? Чего будет? Ничего. Поэтому, если вы устремляетесь в какой-то один конец, обычно это вот туда, и поэтому соревнования, да? Мало того, что вы никогда не добежите, никто не добежал. Никто. Уже хотя бы в это поверьте, вы просто в иллюзии, блядь. Но вы-то точно знаете, что все умерли? Был у вас кто-то, кого вы знаете, кто не умер? Никогда. Не, один чувак умер, тоже рассказ был. Он последний. Он единственный. Но почему у него так получилось? Он же тоже был обычный человек. Из лазарета. В человеке же он был. А как это у него так получилось? У него просто сознание было. Другого качества. По технологии Сергей дал молодого слова, заплатил бабла и вспомнил. Нет, ну уже были свидетельственные факты, что он все-таки умер. Там это, люди заходили, смотрели, кот умер. А потом что-то зашли и увидели его. Что-то сказал, что он умер был. Как? Казалось, что он умер был. В коме, в республике коме он просто туда уехал. Кома, кома, а то на три дня уехал. В коме, а то осталось. Коми. Тело осталось, Джон. Да, короче. Что такое сознание Христа? Давайте лично тебе расскажу. Оно не принадлежит какому-то персонажу. Понятно, что это был человек. Просто у него сознание было. Христос – это учитель в переводе. То есть учитель. Тот, кто что-то знает. То есть вот точно знает. Больше, по крайней мере, чем ученик. И он действительно был учителем. Он проповедовал. Он рассказывал. Рассказывал, в принципе, о том же, о чем мы рассказываем. О сознании. Но тогда уровень сознания людей, ну, да. И поэтому он метафорически все время рассказывал. Какие-то вот такие вот рассказы. То есть люди мудрые, они, собственно говоря, могли расшифровать. Это как древнее писание, да. Понятно, что потом все его первичные слова были переписаны много-много раз. Но они не назло были переписаны. Не специально, чтобы там как-то обмануть. А просто уровень сознания людей менялся. Ведь один, в разных состояниях сознание, вы одно и то же абсолютно по-разному воспринимаете, да. Вы слушаете одно и то же? Мне хватило одной записи Сергея Долматова аудио. Я потом уже только переслушивала, но поняла, что я ее просто вот один процент мозг воспринимает. Прослушайте одну запись, единственную, сто раз. Сто процентов. Сто раз прослушайте. Да, выделите себе время. Вам даже не надо весь спектр включать. Сейчас очень много информации, она доступна. Вы просто осознаете, что у вас мозг просто чуть-чуть ограничен. С ним все в порядке, но у него задержки идут. Да, как бы вы сейчас на Марс улетишь, у тебя же не будет сразу быстрого прямого контакта. Удаленность, да, существует. Пока сигнал дойдет. Это же сигнал, да, прямой портал. Чем выше вибрация, тем чище сигнал, да, лучше слышишь. Так вот, сознание Христа – это просто качество сознания. А что такое качество? Что такое качество? Слово качество. Уберите сейчас, забудьте, про что мы говорим. Не про 5D. В обычной жизни что такое качество? Слово качество. Эффективность. Ну, когда вы говорите качественное, это что значит? Эффективное. Лучше, чем чуть-чуть. Абсолютное. Идеально. Дверь. Ну, короче, что-то большее, чем что-то то. Какое-то качественное, дорогое, да, там что еще? Выслово. Лучшее, лучшее, да? То есть у него качество сознания просто было таким. Например, рассказываю, что такое качество сознания. Что делал Иисус Петрович? Например, у него такое качество сознания, значит, качество наблюдателя. То есть, вот возьмем простого человека, да, не знаю, работающего на земле. Вообще не знающего про духа, ничего, да, впустим, у него есть определенное качество сознания. И чем ближе к земле, чем приземленнее качество, тем больше тебе хочется что-то делать вот прям буквально руками. Это тоже нормально, все хорошо, нам вообще-то руки для этого тоже нужны. Надо еще осознавать вообще, для чего нам тело, разберите его по органам. Для чего мне руки, для чего мне глаза, для чего мне язык, для чего мне ноги. И, пожалуйста, вы можете подозначение, да? Если вам руки нужны, чтобы что-то делать, так делайте, бля. Вы же тоже человек, да, у вас есть какой-то функционал. Так вы только используете, только мозг, например, да? Который только страдать, когда у вас его ограничено не удержит. Типа, не пойду я, он офицер, я лошкомойка. И все, и ограничивайте себя в этом. Так вот, качество сознания. Когда ты говоришь человеку, встань и иди. Ты даже никому не подошел, ничего ему никаких операций не сделаешь. Просто сказал, встань и иди. Он встал и пошел. Да ведь? Он же исцелял людей, так? Ну, это как вот у нас там, ясновидящий, еще там кто-то целитель. Я, если так сильно в суть проникать, в свое сознание, в свое наблюдение, чтобы... Не в твою суть. Желание. Сила, желание. Я понимаю, что желание проникает в суть человека и подвигает его на действие. Ты своим, своей силой, вообще силой, внутренней, да? Качества, иметь в виду, много, да? Очень хорошо. Ты столько энергии, что ты можешь силой мысли, двигать предметы. Другими словами, изменять материю силой мысли. Ну, не силой мысли, хорошо. Силой. То есть, в его реальности это есть, и он эту реальность видит. Да. В его реальности есть что угодно. Это уже то, что мы разбираем с точки зрения причин, вообще, в смысле, вот этой технологии, да. Но сам факт, на простом языке, да? То есть, типа, ты какой-то вообще, ну, ты кто? Ты волшебник, да? То есть, и вот ребенку, скажи, вот чем отличался от тебя там какой-то человек, целитель, например, или... Ну, не знаю. Короче, ты же так не можешь, а он так смог. Для нас это считалось чем-то нереальным. Но сейчас мы осознаем, знаем уже, уже есть это знание, да? Осталось его только принять, сказать. Потому что половина из вас, или, может, большая часть, еще пока не принимает это знание. Потому что, ну, какой-то, блядь, слишком афтастическое, во-первых. А что, можно вообще, ну, как это может быть? То есть, нас же, мы же не можем себе представить волшебниками, да? То есть, это просто какие-то есть пара человек, они уже умерли, скорее всего. Мы просто про них уже знаем, но что-то они там делали. Какие-то у них способности были. Или типа деловые. А потом мы назовем это сверхспособностью какую-то, да? Да, у нас появляется сверхспособность, которые невозможны в трехмерном, скажем так, ограниченном пространстве. Ну, если мы говорим, что можно начать жить на более высоких вибрациях, а значит, иметь бесконечную энергию и создавать все, что ты хочешь. И буквально силы вот этой внутренней своей, ты можешь творить все, что ты хочешь. Да, это называется сила наблюдения. Чем больше у тебя появляется сил, энергии, которую мы, собственно говоря, собираем и генерируем, сначала надо собрать ее отовсюду, куда вы раскидали, а потом еще начать генерировать, чтобы уже вот это наружу уходило, да? Чтобы у тебя было такое качественное наблюдение, когда я говорю, что слово сказал, все, оно точно будет. Вот в ту же секунду все, что ты обозначил, то есть желание, а потом слово назвал, да? Первое было слово, потому что оно сконструировало, в материи заверать ее. А сейчас можно даже просто мысли, мысли, желание видеть, просто желание видеть. Я хочу наблюдать любовь везде, я хочу наблюдать красоту. Я выбираю вот это, выбор, да? Сейчас существует просто выбор. Хочешь, наблюдай как-то, хочешь, наблюдай красоту. Все, что хочешь, любое желание может исполняться. У нас любое желание, даже какой-то материи, все равно приводит к чувствам, мы что-то чувствуем, да? Даже вот трогая что-то, да, вот это вот все мы создали просто, чтобы чувствовать. По сути, материя – это наше уплотнившееся чувство. Ты же не это чувствуешь, да? Ты же когда видишь какого-то человека, что-то чувствуешь. Когда что-то носишь, что-то чувствуешь. Ну, а что ты чувствуешь? Себя. Да ведь? Себя же чувствуешь. То есть я к тебе испытываю какие-то чувства, я же внутри себя это испытываю. То есть по сути мы все время, мы все время в наших чувствах, да? И все, что ты хочешь чувствовать, оно тут же будет исполнено. И все чувства, включая вину, стыд, позор. Чего вы думаете? Убила. Жертва умерла. Короче, все, что мы увели в негатив, это же тоже чувства. Мы же даже говорим чувства. Чувства голода. Я вот трогаю поверхность, я же не стол чувствую, я руку свою чувствую. Вот здесь вот у меня стол. То есть я какую-то поверхность, плотность, что-то я чувствую. Не все остальное, да? Ем что-то, органы чувства нас есть. Но после вот такого трагического случая с любовью, да? Мы поняли, что любовью-то мы как раз обожглись. И решили больше никогда в жизни ничего не чувствовать. Просто заморозились в этих чувствах, да? То есть может быть еще там до какого-то возраста мы там что-то чувствовали. Но постепенно мы начинали отрезать от себя. Нет, вот это я точно чувствую. Нет, вот это я точно чувствовать не хочу. В итоге дошли до того, что мы хотим только вот что-то вот такое, да? То есть разделили. То есть мы даже не половинку батарейки забрали, а вот прям вот крошечку. Вот такую. Но все остальное это же тоже чувства, да? Получается, что вы слышали такое выражение? Нас чувства наполняют. Чувства. Это я не знаю. Любые чувства. Сейчас вообще вам разработчик шагу. Любые. Конечно, будут недостатки. Потому что вы-то хотите чувствовать только радость, счастье, кайф. А когда вам говорят боль, а все, что не любовь, это будет боль, да? Вы же хотите любовь чувствовать? Любиться хотите, да? Вот это вот все. Опять же, вы там где-то хотите чувствовать, да? Но на самом деле там не существует. Вы все равно все это в теле ощущаете, правда ведь? То есть, например, привожу пример как бы вот этого зеркала, да? Вы не хотите, ну, отрицаете, например, что вы жадны. Нет, я не жадный, я щедрый. Ну, иногда, конечно. Обычно те, кто щедрый вот туда, они обычно злые, да? Потому что они как бы раздают, много-много раздают, типа, ну, поддерживает статус щедрости жената, ты же отрицаешь жадность, да? Соответственно, все, я вот сюда направо-налево, блядь, все раздал, а там внутри части-то не добавляется, ты же свою энергию раздаешь, да? Потому что, во-первых, ты чем наполнен, то и можешь раздавать. А если ты наполнен ничем, да? То есть, щедрость она от чего? От любви или от переизбытка, да? То есть, она появляется из этого. Так у тебя как, откуда может взяться этот переизбыток? Тебе его и так не хватало, давайте между нами, да? А ты еще там пошел, там, этим раздал, этим раздал. По сути, мы вниманием обычно, да? Сейчас уберем материю, да? Там, я же говорю, что там кто-то подарок возьмет. Ну, не важно. Иногда и так бывает. Сначала мы на всех внимания ставим. Внимание, наши энергии, да? Вот куда мы сливаем это все. Нам же для всех надо знать. Ну, как бы. Мы, во-первых, знаем, как жить всем. Как жить мы не знаем. Но очень хотим научить остальных. То есть, мы елку учим быть тополем, например. Сами ни хера не знаем, какое мы дерево. Может, мы вообще не знаем. Ходение в дерево. Вот. От всех лесом пахнет. Они все просто по пояс деревянные. Тут еще мы как-то можем что-то проявляться. А там вообще же у всех, да? Тема секса, она же закрыта, да, на земле. Как сказали, когда в СССР нет секса, так по сути и вы уже давно нет. Как говорится, после 30 лет все хвастаются... В смысле, до 30 лет все хвастаются, кто сколько трахался, да? А после 30, кто сколько не трахался. Типа, сколько ты не трахался? Сем лет. Ой. Все. Мода изменилась. Вот. Поэтому для нас это шло, да? По сути, оно просто неважное, да? Это, ну, такой уровень животных, да? Но он как бы тоже нужен. Мы же не можем взять и отпилить отсюда. Но так как мы решили, больше я ничего не чувствую. Поэтому секс мне не нужен. Я, конечно, буду страдать от этого. Но мне страдать больше нравится. Потому что страдание, так сказать, тоже чувствование. Правда ведь? Это же тоже чувствование. Но если мы не хотим другие чувства испытывать, говорят, ну, хотя бы страдайте. Потому что душа, она сюда приходит, воплощается в тело, в материальное тело, чтобы чувственный опыт получать. Потому что кроме человека, никто больше не чувствует. Понимаете? Чувствовать опыт чувственный. Так вам говорят, окей, вы умеете чувствовать. И ты такая, не пойду. И что ты тогда здесь делаешь? Какого хера здесь быть вообще? Для чего ты живешь? Для чего ты живешь? Машину купить, дом заработать. Но это же тоже для чувствования, да? То есть разберите просто, дойдите до простоты. Так, позвольте просто себе чувствовать. Это и есть изобилие. Потому что, оказывается, чувства нас наполняют. Это и есть энергия. Но что значит чувствовать? Ну, как бы, ты когда чувствуешь, что только ты, значит, ты к себе внимание, да? Внимание. Даже вопрос, что я сейчас чувствую, мгновенно возвращает внимание в вас. И вы, конечно, можете думать, что там чувствует другой человек? Догадываться. Додумывать, да? Блядь, вы все равно никто за него знает, как мы договорились, блин, да? Да, вы вообще не знаете. У него там своя игра. Он тебя не видит. Угомонись, да? Да ты лезешь к нему. Долбишься, там киянка, прям, это стекло, блин. А шарики все зеркальные. Они непрозрачные. Нахер тебе думать, что он чувствует. Ты-то что чувствуешь, да? И вот те чувства, которые мы не хотим чувствовать, знаете, что мы делаем? Мы просто передаем. Типа, я не хочу быть. Я отрицаю. Мы уже убедились, что щедрым ты тоже не можешь быть, да? Потому что все равно тебе не хватает. Ты же отрезал жадность. А это же тоже чувства. Ты говорила, я классная, между прочим. Так вот, я отрезалась, сказала, нет, все я не жадная. И что ты начинаешь видеть? Вот такая типа наебала, да, сама себе? Вокруг тебя просто жадность. Везде. Ты видишь, везде жадность. Что ты начинаешь делать? Ты начинаешь злиться. Да? Типа, вы что, мне жалеете? Да, когда ты задаешь себе вопрос, ты типа, ты что мне пожалела? Или чувствуете вот эту вот жадность другого якобы человека. Это вы не его жадность чувствуете. Он не жадный, он в своем там аквариуме сидит, блин, вообще лапшу ест, блин, и он тебя не видит. А ты такая, ну ты, сука, жадный. Вы это видите? Вы свое чувство видите. Заберите. Кто вам мешает забрать, да? То есть жадность тоже вызывает какое-то чувство в теле. Мы это называем негативным. А вы пробовали чувство жадности? Ну, если предположить, что чувство нас наполнено, что бы нам не наполниться. Конечно, изначально, когда вы встаете на этот путь, соединение. То есть в чем, как сказать, технология заключается? Мы начинаем соединять. Потому что когда целое, оно, во-первых, больше, сильнее, то есть не частичка, вы вот от этой батарейки стали вот такой вот маленькой частичкой. То есть вы все оттуда убрали, и у вас вот остался год. Вы вот такие. Так, давайте, собирайте вот это вот все. Все, что вы там отрицали, вы такие, так, окей, хорошо, попробуем. Надо пробовать, во-первых, то, что вы знаете, вообще ничего не поменяет. Или будет очень долго идти. И для чего, например, сейчас созданы вот эти технологии? То есть, во-первых, вся эта информация сейчас есть у вас, да? Эти технологии помогают просто быстро это сделать, да? Кому нужно, он может взять и быстро это сделать. Во-первых, это однозначно работает, хоть быстро, хоть медленно. Вы, главное, идите туда, да? Но кто хочет прям очень быстро, кто заебался, лучше ждать, и вот не хочет уже вот этой вот силы, и жить с этим заниматься, то, соответственно, вы можете просто ускорить процесс. Научиться быстрее себя осознавать, творить свою реальность. И не просто, ну, окей, я сейчас быстро 500 машин себе материализую, я же этого хочу. То есть, чувствования другие получили, сверхчувствования. Когда это не просто Бог, а когда ты жизнь создаешь, например. То есть, ты уже не убиваешь себя, а создаешь. Создаешь пространство, создаешь для людей, понимаете? Там люди, те, которые, допустим, этим занимаются, их очень ограниченный круг. Они там только потому, что они уже наигрались с материей, и эта технология не для того, чтобы, повторюсь, стать успешной, а для того, чтобы в себе реально открыть совсем другие вещи. То есть, качество сознания Христа, да? И то это даже не последняя статья. Это просто всего лишь одно из, ну, один из уровней. То есть, есть и выше. Которые могут процессы менять на планете. Которые уже, им для себя уже ничего не надо. Они это делают для всех, да? Просто для всех. И вы также можете для всех, но пока вы жадные, а жадные, потому что вы не наполненные, наполнитесь. Представь, допустим, у тебя есть много чего-то. У тебя разве будет жалко поделиться, да? Делиться надо. Так вот, разделение и деление же разные вещи. Клетка, когда делится, клеток становится больше. Если ты познал, что ты есть любовь, что ты есть Бог, это же счастье, да? Ты начинаешь делиться. Делиться этим. Что оказывается, слушайте, все так просто. Можно вообще ничего не делать. Просто поделиться информацией. И все. И вам не надо ничего даже пытаться там на этом даже зарабатывать, да? Ты просто делишься, увеличиваешь жизнь, любовь просто на земле. Ее становится больше, да? То есть ты уже как бы для всех, потому что нереально столько не нужно. Нахер мне. Конечно, я поделюсь. И это касается именно и самой технологии, самого сознания. То есть как бы энергия увеличивается, мне уже столько не надо просто. И меня просто прет, да? Я заражаю жизнь других людей. Почему я говорю, что вы здесь как бы заразились? Ну, я не специально. Так вот. Технологии просто помогают вот этот путь пройти эффективно, да? Как бы опять же, если вы хотите быстро, это будет больно. Очень больно. Но больно проходит за секунду. Самый прикол, что мы своим вниманием, мы просто боимся боли, потому что не знаем, как ее излечить, да? А боль – это всего лишь индикатор, что вы опять, блядь, по сторонам смотрите. Да? И, блядь, тело у вас с вами начинает разговаривать. Потому что если тело уже начинает болеть, это самый... Это вы, да? Это ваша самая ближняя, как бы, материя. Она вам точно принадлежит. Если у нее уже энергии не хватает, боль – это, как бы, что такое? Болезнь, да? Энергия уменьшивается, тело начинает болеть. Но нет болезни, существует просто состояние сознания. То есть, оно лечится очень быстро, наполняясь энергией. Наполнились, и все исцеливается. Что такое энергия, как мы уже говорили? Наши внимания. Куда мы направляем внимание, то наполняется энергией. Больше энергии – все, болезни ушли. И причем вы одновременно можете быть еще вот на этих корнях вибрациях, где много энергии, где мало энергии и так далее. То есть, вас никто не запрещает вот этого. Находиться где угодно, да? Но чем больше энергии у вас, тем большее, скажем так, пространство вы помещаетесь, где просто до хера все. А там уже точно ничего не нужно. То есть, вы готовы этим делиться. Потому что пока вы не наполнены, вам очень жалко делиться. И это нормально, с жадностью все хорошо. Она вам лишь говорит, наполнится все. А наполнится на себя внимание. И все даже эти трансформационные формулы, они нас к нам возвращают. Некоторым нравится просто эти трансформации, мы занимаемся. Это тоже как элемент наполнения. А как мы, кстати, получаем энергию? Откуда мы ее получаем? Да, как мы получаем вот эту радость? То есть, по сути, радость, наша радость, это индикатор наполнения энергии, да? Нам когда хорошо, мы радуемся, все, просто знаете, что вы наполняете. Но качество этой энергии тоже разное, да? То есть, как бы, счастье, это же не совсем радость, да? То есть, все-таки радость, это поменьше, что-то. А счастье, это уже побольше, да? А любовь, это прям вообще... Буря. Ну, вы начинаете с маленькой радости. То есть, по сути, радоваться можно... Есть потребительские радости, да? Есть творческие радости. Соответственно, потребительская, что только потребительская. То есть, вы что-то потребляете. Это, включая все земные радости, да? Позволять себе любые радости радоваться. Но земные радости, они обычно вообще все потребление, то, что вовне, оно вас наполняет и надолго. тоже наполняет и на первичном этапе велись и все вот если у вас уже просто сил нет запомнить себя даже копейки и самый простейший способ абсолютно бесплатно погрузиться закрыть глаза не знаю кто-то медитирует или еще что когда ваше внимание только внутри вас вы наполняете тела энергии то же самое происходит какой-то болевой секунды весь три секунды минута то есть буквально погружаясь внимание туда идет вот где-то у вас что-то заболел голова можно даже не осознавать что это для чего голова это у за трансформации потому что надо распада все нужно энергии даже на сознание нужна энергия если вообще ни хера нет просто вы лежите ничего не хотите тогда можно очень быстро наполниться простыми простыми радостями они же на самом деле простые вот они всегда в доступе хотя конечно если вы выгляните у вас такое состояние сознания что там говно вас точно не порадует но солнце вас может порадовать а тут фишка в том что когда на полном состоянии солнце вообще всегда находился даже на северном полюсе просто зажигаешь если она тебя радует я например радуюсь всему то есть они выборочно категорически только солнце а что тебе наполняет можно написать вспомнить хотя но сам факт того что мы делаем с болью мы погружаем свое внимание скрываем глаза и погружаются например у нас головная боль как бы есть две категории как трансформировать быстро как просто вообще без всяких мыслей даже если тоже а вам надо максимально отцепиться от всего никуда не ходить ни на что не смотреть освободить по максимуму и вы направляете своим внутренним взором в эту точку и наблюдается за ней никуда не уходите то есть как в плане что не отвлекаетесь это мысль прям четким взором как прожектор вставляете вы своей энергии сами себя заполняется я скажу что заполняется не только это место а весь организм весь организм заполняется и это индикатор просто что вы уже совсем по пути себе закрой глаза полежи в боль погрузись боль она прекрасна представляешь если ты не чувствовал долю прикиньте вот смотрите это же самый крутой индикатор вот возьми сейчас представь там положи руку на газовую горелку если ты не чувствуешь боль ты просто сгореть что нас боль спасает тело нам говорит слушать угомонись блин молоко пусть само там стоит на плите себя погрузись и ты начинаешь наполнять внимание никуда не отвлекаясь ни на что не отвечает вообще отключилась от пространства и столько сколько нужно попрактикуйте любую боль можно исцелить таким образом можно еще пока вы там лежите думаете все равно же вы думаете это ваши мысли они станут себя погружен вы можете охарактеризовать какая боль дальше пойти можно тупо просто лежать смотреть какая например тупая ноющая тянущая колющая режущая вот это описательная характеристика дает вам еще больше энергии потому что вы можете осознать на те кто занимается трансформациями простым способом какое-то узкое место боль представьте вот у вас что-то есть и осознание допустим какой-то орган и вдруг там что-то появляется предмет который растягивает например мышцы вообще больно что-то там появилось и вы описать появилось некое место узкое в вашем теле где энергия утекает куда вам любой орган вам это покажет ну как можно описать сердце болит еще что-то и женские энергии мужские энергии мы все равно все половинчики дуальности у нас все равно всего половинка даже можно наблюдать там за сторонами что женская сторона это левая левая рука принимающая рука правая сторона это мужская часть морская то есть она делает что-то но это не буквально что типа есть притока правой рукой хотя я например левша хотя нет я вообще декста и правой и левой работа сам факт того что не надо уходить в крайность просто знаете что это есть но так нужно познавать себе это тоже элемент познания а что это боль не говорит это я сейчас даже в духа не погружала заметьте в принципе достаточно доступно вы можете сами своим умом даже попробовать размышлять с умом у нас все в порядке можно просто анализировать вообще своем состоянии безусловно что в духу обращаясь мы мгновенно потому что дух это сверхсознание дух это мы же просто более целостном состоянии больше энергии соответственно а если все есть мы когда-то из точки все разделилось просто как фрактал рассыпалась то есть малая содержится в большом да как бы макрокосм микрокосм и так далее мы все подобие наподобие да то есть чего-то все одинаковые просто размер изменяется но сам факт того что да когда-то все аспектировать и задача то есть чем больше конгломерат тем больше там мы будем считать что это наше высшение любыми словами я бы не рекомендовал привязываться к образом потому что начинается зацикливаем поэтому просто это какая-то более мощная энергия с которой у нас есть связь мы и есть это просто там целый там все знаю у нас там все понятно и вот этот канал мы налаживаем для связи со своим духом душа это аспект душа и дух мужчина и женщина дух это ваш мужчина общайтесь неважно с кем вы какие вы сейчас по биологии то есть контакт с духом с душой на память ну как бы просто необходим так как как ваша человек это какая-то программа это не живая живая нет это вот наша душа и нашу мы их соединяем через мозг опять же как мы слышим ответы ответы кстати приходят разных способов опять же не обязательно мысли флот это может быть все что угодно вся наша объективная реальность это все ответы чтобы знать и как духом общаться просто на чем более осознанно ты становишься тем больше ты видишь знаков все это имеет значение во первых это находится только в том сознании поэтому а кто еще там будет разбираться соответственно просто все интерпретируем это такой ребус квест мы себя познаем опознаем мы буквально своей вот этой объективной реальностью все там подсказки все про нас все люди все про нас говорят и все это есть все что мы в них видим и все что они нам дают обратную связь это все мы так у себя познаем естественно внутри еще познаем что мы там себе запрещая вот это вот что мы себе не разрешали чувствовать а дальше идем на выход мы там ничего не спасаем мы туда не лезем ничего не контролируем мы только себя просто смотрим наблюдаем понимаете красота вот сидишь наблюдает для тебя появляется потому что наблюдая собирая все свои образы вот эти которые ты сам себе раскидал везде подсказки и наполняешься и становишься более целым то есть у тебя появляется ты больше становишься энергии больше а мы же энергии творим и вы таки собрались и такие глаза поднимается ничего делать нужно даже руками работать не нужно потому что вы пронаблюдаете например если вы загадаете какое-то желание выпишите список желания как только вы его произнесли а тем более записали она уже сдох находитесь на какой-то чистоте где пока вам недоступно но она точно сто процентов уже есть потому что все уровни вибрации существуют одновременно и вы везде можете жить просто перемещаетесь на эту чистоту а как переместить как перемещается тела энергия набираешься а энергия повторюсь это простой способ внимание в себя можно вот таким способом буквально да на физике если уж у вас с телом проблема начните с него если вы у вас что-то болит просто радуйтесь это вам лишний раз говорит так давай изучим и например когда я говорила что вы можете даже изучать вплоть до того какая характеристика боли тупая значит я тупость острое значит я слишком вытекает не принять даже тело нам просто такой очень сложно для мозга это хорошо у каждого вверх свой ответ я осознавая тебе тело говорит ты ты еще кого-то тянешь у каждого вверх свой ответ я хочу сказать что я не то что хочу вам готовые ответы сказать да то есть как бы есть некая технология и мы там общаемся не с кем-то с самим собой у нас будет ответ если вы конечно в это не поверите никаких ответов приходите если вы верите в объективную реальность что вы просто человек и вы можете здесь жить у вас в принципе все в порядке то вам по сути это технологии нужно нужно ну если вы сейчас реально потому что это она этот процесс он достаточно сложен для обычного человека но тут вопрос вы можете себе вечную жизнь получить а можете просто прожить как есть значит так по сути вы можете выбирать туда или туда можно стать сверхчеловеком научившись делать что-то самому расширившись вы расширяете свое пространство на самом деле потому что когда у вас такая наполненность вы сразу автоматически можно даже никаких родственников привлекать первое на чем вы увидите свое наполнение будет меняться ваша реальность это ваш ближний круг даже с ними можно то есть тут чудеса в чем что изменяясь сам типа люди меняются просто их по-другому видите но буквально исчезает болезнь если вы сами не болеете но увидите это где-то вовне просто знайте что это про вас болезнь сигнализирует у вас мало энергии может надо отстать от этих людей наполнится самому точно займусь к собой наполнились занялись тем что вы хотите не тем что там где-то а вот собой поделали что-то наполнились и через минуту может позвонить человек и сказать у него все зашибись но это не потому что у него случилось это чудо и вы там исцелили кого-то нет вы изменили свое сознание отношение к этому вот эта серия стакан наполовину пуст или наполовину полный так это же наблюдатель решает для кого-то наполовину пустого по сути мы же об одном и том же как вы наблюдаете если вы хотите наблюдать а вы всегда хотите возвращаемся к тому что причина причина что такое причина вы с причиной быть творцом значит все зависит только от вас и даже если зависит имеется ввиду что вы творите только то что желаете желаете и творите желание создает материю желание создает события а если мы возвращаемся к этому и говорим что все что я это все мое если я наблюдаю смерть значит во первых я наблюдать хочу это да я хочу ее наблюдать и мы начинаем изучать а для чего потому что смерть это не на умирать не нормально я вам точно потому что точно есть вариант что можно жить жизнь нажать жизнь это вечная жизнь а если вы видите что это не нормально почему бы не изменить свое сознание и наблюдать везде жизнь любовь и радость представляете если мы все сейчас возьмем и просто пожелаем этого и научимся делать представляете что у этой планеты за 15 секунд может реально в проблемах сознание меняет за секунды ну там у каждого разное но если вы уже встали на этот путь ну неделя неделя ну чтобы там все осознать постепенно освобождая пространство набираясь энергии наполняясь потом всего в секунды реально секунду тут же обратная связь тут же идут подтверждение мы это можем называть чудесами на самом деле никаких чудес нет физика очень четко показывает то есть это же приземленная технология мы же получается учимся управлять материи вот этой картинкой своим кино мы можем любые сценарии писать любые роли выполнять короче мы можем делать что хотим и конечно кто-то хочет играть трагические главное себе позволять во первых узнать какую-то роль хочешь сыграть какая у тебя игра причем эта игра они постоянно фишка в том что мы можем все время играть поле игры менять еще добавляется то есть ты сейчас поиграл какого-то персонажа через 15 минут ты решил другим стать то есть не поверх него никакой последовательности по сути что мы делаем мы фактически грубо говоря создаем сами хаос хаос уже рождается порядок то есть мы можем любой порядок создать потому что попробуйте поиграть вы себя просто зафиксировали какую-то роль от этого вы страдаете а сейчас можно выходить каждый день играть разную роль и ваша суть именно играть потому что это опыт процесс важен правда получите вы результат все кто настроен на результат даже от этих технологий вы разочаруетесь важен не процесс ой важен не результата процессами это игра просто начало конец это скучно правда а надо же поиграть поэтому мы просто играем здесь у вас грустные лица давай сделаем байдер теперь вы у да и мы Спасибо.